Мне 67 лет, и я не знаю, что мне дальше делать. Это слова из последнего интервью Бориса Березовского журналу Forbes. Британские правоохранители пока не могут назвать причину смерти бизнесмена. В качестве основной версии рассматривается сердечный приступ. Впрочем, эксперты не исключают самоубийство. В пользу суицида приводятся аргументы. В последнее время Березовский находился в подавленном состоянии и испытывал финансовые трудности. А пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, Перед смертью бизнесмен послал Владимиру Путину письмо с просьбой о прощении и возможном возвращении в Россию. Некоторое время назад Березовский передал Путину письмо, написанное им лично, в котором он признал, что совершил очень много ошибок, попросил у Путина прощения за эти ошибки и также обратился к Путину с просьбой о том, чтобы получить возможность вернуться на родину. Говоря о фигуре Березовского в целом, пресс-секретарь российского президента подчеркнул, ему неизвестно о каких-либо конкретных действиях опального олигарха, направленных лично против Путина. Но при этом Песков отметил, цитирую, Достоверно известно, что бизнесмен не жалел денег на поддержку процессов как внутри России, так и за рубежом, которые можно назвать направленными против России и Путина. Впрочем, далеко не все верят в отсутствие криминального следа в кончине Березовского. Версия о том, что опальному олигарху помогли уйти из жизни, набирает вес. История с отравлением радиоактивным полониям бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, с которым Березовский неоднократно встречался, позволила наблюдателям и обывателям провести определенные параллели. Он же в Великобритании скрывался от федералов. Ну, может быть, нашли. Может быть, и там нашли. Великобритания вообще стала роковым местом для тех, с кем общался Борис Абрамович. В феврале 2008 года также, согласно официальной версии, от сердечного приступа скончался бывший ближайший бизнес-партнер Березовского Бадри Патракоцешвили. А провальный процесс, в ходе которого Березовский проиграл многомиллионный иск Роману Абрамовичу, и претензии бывшей жены, из-за которых суд заблокировал его счета, подкосили некогда влиятельного бизнесмена и политика. У Березовского была диагностирована клиническая депрессия. Иногда у меня складывается впечатление, что Путин сам написал это решение для суда. Сегодня я вообще не понимаю, что произошло. Мне нужно все проанализировать. После проигрыша Абрамовичу Борис Абрамович Березовский был в тяжелом психологическом состоянии. Хотя проигранная сумма не такая большая, 35 миллионов фунтов всего. Поэтому смешно говорить о том, что это его разорило. Он был в тяжелом психологическом состоянии. Он даже ездил в Израиль и лечился там в такой клинике, в которой лечатся люди после длительного нервного стресса. Это вопрос непростой. Пик влияния Бориса Березовского пришелся на 90-е годы прошлого века. По мнению ряда экспертов, залогом его успеха стало ближайшее окружение тогдашнего президента России Бориса Ельцина, поддержкой которого он сумел заручиться. С приходом Путина, чему в немалой степени способствовал сам Березовский, удача отвернулась от него. Политическая карьера олигарха пошла под уклон. В ноябре 2000 года российская прокуратура объявила о намерении предъявить Березовскому обвинение. Он уехал в Лондон и с тех пор больше не ступал на российскую землю. Британцы говорят, их страна иногда проигрывает сражения, но никогда не проигрывала войн. Борис Березовский выиграл практически все сражения, в которых участвовал, но проиграл войну.